Большереченский городской пляж Большая речка. Мы с вами находимся в 200 километрах к северу от Томска. И идем по очень красивому мосту. Кстати, эта речка действительно называется Большая. Единственное, что мне кажется, она не соответствует своему названию. Но обратите внимание, практически не видно даже течения. Очень красиво отражаются деревья в воде. И вообще вся она покрыта водорослями. У меня, кстати, не возникает желания даже окунуться в реку, хотя здесь пляж есть. Но, кстати, это не самая главная моя цель. Я ведь хочу посетить Большереченский зоопарк. Думаю, редкий омич не мечтал съездить сюда и свозить детей на встречу с милыми зверюшками. Если вы до сих пор этого не сделали, пора решаться. Даже если нет у вас личного транспорта, автобус от автовокзала с радостью доставит вас в эти края. Стоимость билета чуть более 400 рублей. Самая правильная обувь для путешественника, знаете, какая? Особенно в непредсказуемую погоду. Ну, конечно же, это резиновые сапоги. Можно даже глубину речки проверить. Дальше, конечно, я не пойду, не имеет смысла. Ну, хотя бы год тут потрогаю. Тепленькая. Здесь не только ступала нога, но и бросала рука человека. Я говорю о мусоре, которого на берегах большой предостаточно. Всем привет! Сегодня я отправляюсь смотреть на страусов. Не думайте, что у меня в планах ехать на поезде в Австралию. Просто отсюда с конечной остановки улица Лобкова курсируют маршрутки до Ачиирского монастыря. И на них как раз можно добраться до Страусиной фермы. Пойдем узнаем, сколько это стоит. Здрасте! А до Страусиной фермы можно с вами доехать? До Страусиной фермы? Вы через Усть-Заостровку едете? Да. Но там же Страусиная ферма есть в Усть-Заостровке. Можно доехать. Да, сколько стоить будет? Сколько? 50 рублей. Ага, спасибо большое. Ну, в принципе, можно уехать спокойно на маршрутке. Есть только один минус. Они курсируют примерно раз в полчаса. И уезжать оттуда из Страусиной фермы придется с трассы. И можно просто попасть на полную маршрутку, которая вас не возьмет, и придется ждать еще полчаса лишних. Расстояние от железнодорожного вокзала до Страусиной фермы составляет 30 километров. Так что дорога не отнимет у вас много времени, в отличие от поездки в Большереченский зоопарк. На мой взгляд, это большой плюс. Тем более, если вы собираетесь взять с собой маленького ребенка. К тому же, визит к Страусам можно совместить с поездкой в Ачиирский монастырь. Если вы поедете на Страусиную ферму на маршрутке, то доезжайте до деревни Усть-Заостровка и попросите водителя высадить вас у заправки Сибнефть. А потом следуйте указателям. В интернете я читал, что отсюда, от этого перекрестка идти примерно 4-5 километров, но указательно написано 800 метров. Сейчас проверим. Пешком идти от перекрестка, думаю, не больше 5 минут легким прогулочным шагом, так что можно спокойно ехать на маршрутке. Вход на Страусиную ферму для взрослых стоит 150 рублей, для детей до 14 лет 75 рублей, а ребенок до 3 лет бесплатно. И работникам телевидения тоже бесплатно. Добрый день, еще есть морковочка, да? Это для... Покормления. Для зверюшек, да? Варминка, допустим. Сколько стоит? 25 рублей. 25 рублей. Там же обязательно покормить будет, пока зверюшек. Будет сдача. Беру на все. Я вам дарю это. Только вот этих лошадок, пони, не кормить, потому что одна только жеребилась, а вторая должна вот тут ожеребиться у нас рядом. Страусов нельзя кормить и яка. Хорошо, мы тогда сдачу вам занесем за морковку. Поедем к моралам, там взрослые лошади за ребятами. Взрослые лошади такие любопытные, попрошайками стали. Так что и вы их покормите еще. Ладно, хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько стоит билет в зоопарк? Здравствуйте. Взрослые стоят 250 рублей, детские 100 рублей. И многодетная у нас услуга. Первый понедельник каждого месяца бесплатно. А если совсем маленькие детки? До 4 лет бесплатно. Скажите, пожалуйста, а если я хочу с экскурсией прогуляться, такая услуга у вас предоставляется? Такая услуга у нас 50 рублей. С каждого человека, пожалуйста, доказывайте. А фотографироваться можно? Можно. Фотография 100 рублей. Спасибо большое. Прямо пойдешь, травоядных найдешь, направо пойдешь, к медведям попадешь. А налево пойдешь, у хищников пропадешь. Это не я, это вам. Впрочем, какое бы вы направление не выбрали, этим летом пришлось даже на тротуарах хлюпать по лужам. И такая история здесь довольно часто повторяется. Впрочем, это же сельский зоопарк, единственный в России. Видимо, данный факт вроде бы должен подтопление оправдывать. Да вот только на козочек и мишек сапожки не наденешь, а ведь им холодно и сыро. Так что нам с вами срочно надо что-то делать. У нас в зоопарке есть такая программа, которая называется «Возьми животное под опеку». И любой желающий, школьник, домохозяйка, там, неважно, работник какой-то госслужбы или еще кто-то может взять любое понравившееся, любимое, там, его животное, которое вот у каждого есть. Кто-то мишек любит, кто-то там кошек, тигров, да, кто-то козочек, кроликов, может взять это животное под свою опеку. И подарить им все, что вам придет в голову. Но еду и витамины – это само собой разумеющееся. Оригинальными подарками могут стать игрушки, обручи и канаты, скажем, для обезьянок. Или целая ванная для медведя. А можно и другим путем пойти – строительным. Хоть целый тротуар выложить плиткой, а с ним и территорию вольера облагородить. В ответ будете в довольные глаза своих подшефных смотреть, а также работники зоопарка памятную надпись сделают. И вы станете почетным посетителем. Держи. Красавица. Ешь больше морковки – челка будет еще красивее. А кто вас подстригает? Откройте секрет. Я бы тоже к стилисту записался. Хочу такую же шевелю. Работает ферма только по выходным. Теплое время года – с мая по сентябрь. Выходит, что посещать ее можно только около 40 дней в году. Все остальное время зверюшки отдыхают. Может, поэтому они выглядят такими свежими, бодрыми и беззаботными. А-а-а, Шкет. Привет. Танюша, давай, Ленок, дни. Привет. Мелкий. Такой маленький, а у тебя уже усы такие и борода почти какую-то. А вон еще маленький, смотри, вон там вообще лялька. Хоть это место и называется страусиной фермой, здесь полно и других животных. Большереченский зоопарк, конечно, ферма не переплюнет. Но любому омскому контактному зоопарку фору даст. Ты что, наелась? Не хочешь, не надо. Я такую морковку сам каждый день ел. Отличная диета. Есть плюс в том, чтобы приезжать на ферму утром. Животные еще не закормлены. А вот после обеда некоторые из них уже воротят нос от морковки. Малыш, будешь? Тебе можно такую? Или нет? Просто не любишь, да? Ты кашу ешь? Овсяную обычно? Или нет? Давай, ну попробуй. Витамин полезный. Не хочет. Эй, рогатый. Ладно, не бойся. Ну, Витю есть. Кого покормить-то? Морковки, два мешка есть на конечке. Ладно, пойдем, беги кормить. Помните, я уже хвасталась тем, что надела правильную обувь? Я еще раз хочу подчеркнуть свой выбор. Как выяснилось, в Большереченском зоопарке, чтобы подойти к клетке с птицами, нужно иметь действительно только лишь резиновые сапоги. Уже который день идут дожди, но выиграли от этого уточки. У них здесь импровизированный бассейн образовался. Вот они с удовольствием плавают. Вероятно, в один из таких мокрых дней у местного бегемота возник вопрос, а мог бы он стать чемпионом по плаванию? И отправился в путешествие. Об этом и Задорнов еще рассказывал. Бегемот заскучал по родине. Неподалеку речка. Он почему-то подумал, что в Африку речка ведет. Сбежал и поплыл на родину. Как он думал. На самом деле Михаил Николаевич в своем рассказе, как и требует юмористический жанр, немного приврал. И думаете в чем? Бегемот отправился два раза и оба с женой. С другой стороны, в этой-то неправде и смысла нет никакого. Ну да ладно, важно, что на самом деле было. И так первый побег был недолгим. Стражи порядка их быстро нагнали. А второй раз им хорошо удалось убежать через эту же речку большая, которая на нашей территории зоопарка протекает практически в сторону Иртыша. Ну естественно не до Иртыша, да. И это было раннее, очень раннее утро. И сидели рыбаки, любители, да, порыбачить. И вот выплыли наши бегемоты и открыли свои пасти. Ну как вообще открыли они, почему? Этот жест означает то, что угостите меня чем-нибудь. Ну и по привычке, по инерции, значит, они открывают свои рты. Ну в надежде, что им сейчас туда что-то вкусненькое упадет. Ну рыбаки-то, естественно, были не так настроены и оптимистично, да. Они испугались. Слава богу, что сообщили об этом сотрудникам зоопарка. Ну и уже сотрудники зоопарка прутиками и гнали. Но это был 89-й год. Тогда, к сожалению, не было ни сотовых, да, ни фотоаппаратов. Так не было развито, как это сейчас, чтобы все могли снять, да. Поэтому никаких вот именно таких вот документальных каких-то фактов, к сожалению, не осталось. Ну вот это было именно таким образом. Кстати, по всему зоопарку висят таблички, кормить животных запрещено. И даже штраф в тысячу рублей предусмотрен. Хотя на самом деле гостиницы привозить с собой можно. Важно, чтобы они были не только вкусными, но и здоровыми. Скажем, чипсы и сухарики им нельзя. А вот фрукты и несладкий хлеб давать постояльцам вам никто не запретит. И их желудкам вы неприятностей таким угощением не доставите. Давай, 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 ешь витамин. Как его надо зазывать? Не знаю. Что нужно сделать, чтобы он пришел? Чтобы животным не нанесли вред своими гостинцами чересчур добрые посетители, на Страусиной ферме следит за порядком специальный человек. Чтобы не кормили, не бросали ничего лишнего. Поэтому и ходим за каждым. Я отвлекусь, можно это вот кормят? Нельзя кормить, мужчина! Нельзя кормить. Африканский Страус. Судя по картинке, эти птицы просто созданы для того, чтобы бегать. Наверное, поэтому им строят такие длинные вольеры. Но эти птицы сегодня уже свое, наверное, отбегали. Потому что они отдыхают, мирно себе пасутся, спят. Пойдем попробуем достучаться до одного из них и взять интервью. Вопреки расхожему мнению, Страусы не стали прятаться от камеры и зарывать голову в песок. Они вообще этого никогда не делают. Конечно, в первую очередь при опасности Страусы спасаются бегством. И уже потом, если совсем закончились силы, могут склонить голову к земле, чтобы слиться с местностью. Это, похоже, специально обученный селфи Страус. Потому что сейчас девушкам он позировал просто идеально. Попробую я сделать сразу фотографию. Ну-ка, улыбочку. Губки знаешь, как надо делать? Как обычно делают блондинки. Смотри, вот так. Прищур легкий. Легкий прищур. Понимаешь меня? Нет? Ладно. Давай тогда хотя бы серьезное лицо сделай просто. Мне кажется, он не понимает, то ли это его отражение, или, может быть, я ничего не понимаю. А он думает, это какой-то странный парень. Рядом со Страусами настоящими в соседних вольерах живут псевдо-страусы, то есть эму, коренные жители Австралии. Раньше их роднили с африканскими Страусами, но потом орнитологи нашли массу отличий. Оба этих вида относятся к классу птиц, а дальше их пути расходятся. То есть эму такой же родственник Страусу, как, например, баран-тигру. Довольно милые и безобидные птички, казалось бы. Оказывается, в 1932 году в Австралии против этих птиц были развернуты настоящие боевые действия. Они просто вторгались в угодья фермеров, разоряли их поля, съедали посевы, топтали все. В общем, на войну с эму было отправлено трое солдат, вооруженных пулеметами. Солдаты катались по полям, пытались отстреливать эму, но ничего не получалось, потому что при виде автомобиля военного эму сразу разбегались в рассыпную. Хитрые, оказывается, животные. Ах, вот кто пугает посетителей уже на входе в зоопарк. Это вы тут песни басом поете? Да так, что кровь от ужаса останавливается. Хотя, когда смотришь, какие железные препятствия на пути у хищников, то чувствуешь себя в безопасности. Правда, разглядеть через эти многочисленные железные прузи кошачьих толком не представляется возможным. Особенно вот этого хочется, так называемого меланиста, черного ягуара. Всего лишь третьего за всю историю родившегося в зоопарке с темной окраской. У родителей традиционного цвета. Ты видела у него окрас какой? Да, белый аппарат. Ага, прям вот очень круто, только ничего не видно. Опаньки. Зато ему видно. У каждого животного здесь свои истории жизни. И, к сожалению, далеко не у всех они безоблачные, как у этой белой медведицы. Ее зовут Гуля. Она у нас, можно сказать, старожил зоопарка, так как зоопарку в этом году будет 30 лет, а ей вот уже 31 год исполнился этой зимой. Что это очень, в общем-то, уникально, потому что белые медведи обычно живут в зоопарках 25-27 лет. Надеемся, что она еще будет долго-долго жить и нас радовать. Так как, несмотря на то, что у нее и судьба довольно-таки тяжелая, ну, по крайней мере, в начале ее пути была. Она родилась в дикой природе на Северном полюсе. Ее мать пострадала от браконьеров, а милый белый комочек хотели забрать как трофей. Но медведице удалось убежать. Она прибилась к стаду оленей. Позже ее обнаружили местные жители, окровавленную и с арканом на шее. Они не знали, что делать и как ей помочь. Маленькой медведице повезло. Прибыла полярная экспедиция, которая забрала ее в Ленинград. Там ветеринары выходили сироту и передали ее Омскому зоопарку. Сейчас она, конечно, уже в силу возраста своего, она практически ничего не видит. Один глазик у нее поврежден с самого детства, вот результат тех браконьеров. Ну, вот второй уже, к сожалению, конечно. Но она при этом, абсолютно, многие, конечно, приходят, говорят, ой, у вас там медведь уже умирает, да? Нет, просто она медлительная, да, в силу возраста своего. Потом, опять-таки, зимой она гораздо у нас активнее зимой. Она так вот, ее можно встретить здесь, и она и с горки катается, и снежки себе делает, играет. Ну, а летом она несколько раз в день купается. Обязательно это у нее такая процедура. СИБИРСКАЯ САФАРИ Говорят, что природа неплохой погоды, но если вы хотите попасть на сафари, и вдруг пойдет дождь, то все-таки лучше захватить с собой зонтик, по крайней мере, чтобы не промокнуть, пока вы будете бежать из машины под этот навес. Вообще, в принципе, навеса хватает, но все равно, я думаю, дождевик или зонт точно не помешает. А еще возьмите какое-нибудь средство от комаров, потому что их тут тоже хватает. Также к списку необходимых вещей я бы добавил солнцезащитные очки и воду. Особенно, если день обещает быть жарким. Ну что, солнышко выглянуло, можно ехать. Я думаю, если опять пойдет дождь, то здесь в кузове будет мокровато, но зато вид отсюда, наверное, получше. Впрочем, в салоне микроавтобуса ехать тоже неплохо. Стекла в его окнах отсутствуют специально, чтобы ничто не мешало туристам общаться с животными. Вот где по-настоящему нужны мешочки с гостинцами. Такое стадо невозможно перекормить морковкой даже за весь день. К тому же дети от лошадок, берущих еду с руки, просто в восторге. Скажи, как вам морковная диета? Нету, хватит. Тебе тоже надо? Держи. Куда? Ну-ка. Мы хотели маленького. Маленького, да. Маленького, конечно. Подожди, подожди, мешок ты не ешь. Ну, Сережа, она сама тоже. Не-не-не, не то, не то. Догоняй, 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 догоняй. Это специальная игра, дразнилка. Извини, друг, я тут ни при чем. О такой жизни можно только мечтать. Отличная карьера в городе, продвижение по служебной лестнице, грамоты, медали, почитание и дальше беззаботная жизнь на свежем воздухе. И не думайте, что этот рассказ из другой программы и по ошибке режиссера попал сюда в туризматику. Мы по-прежнему в Большереченском зоопарке и речь идет о его местном жителе. Папа вот этого малыша прекрасного у нас, можно сказать, страж порядка. Когда-то он служил несколько лет назад в конной полиции. Затем благополучно вышел на пенсию и приехал жить к нам в зоопарк. Здесь он обрел свою семью. У него прекрасная есть супруга, которая каждый год радует нас вот такими прекрасными маленькими жеребятами. Ну и плюс он здесь хорошо кушает, отдыхает. Поэтому, можно сказать, вот такая достойная пенсия. Сафари – огромный плюс в пользу страусиной фермы. Гораздо интереснее наблюдать, как стадо моралов пасется не просто в загоне с вытоптанной травой, а на огромном пастбище, практически в условиях, приближенных к диким. Территория фермы занимает более 150 гектаров. Места хватает всем. И мне думается, что живется здесь зверюшкам вольготно и сытно. Видите, среди этих красавцев зачесался Маугли. Корова, воспитанная моралами. Интересно, где здесь вожак стаи? Они еще кричат, прикольные. По идее, должен быть тот, у кого рога длиннее. Но у меня с собой нет рулетки, поэтому выясните. Вот, наверное. Где-то на этом пастбище затерялось стадо пятнистых оленей. Нам их увидеть не удалось, но когда вы приедете на страусиную ферму, наверняка сможете понаблюдать за этими благородными животными. По вечерам старейшина этого стада рассказывает маленьким моралам, что время от времени на этой полянке можно увидеть мигрирующие стада туристов. Они приезжают сюда в хорошую погоду, в своей клетке передвигающейся. И вот как раз сейчас молодняк вывели на экскурсию. Сегодня здесь проживает около 200 видов животных, а если по головам посчитать, то их более 2000. А начало Большереченскому сельскому зоопарку положил школьный живой уголок, образовавшийся в 1984 году. А вот в 1987 году Валерий Соломатин, председатель Большереченского райисполкома, добился получения для зоопарка статуса государственного. И дело пошло. Была получена новая территория и возможности для развития. Практически сразу в Омскую область приехал верблюд. Посетители тоже очень любят, конечно же, когда видят верблюда, всегда бегут. Ой, верблюд. И первый вопрос, конечно же, что плюнет он или нет. Но мы обычно всем отвечаем, если верблюда не злить и не дразнить, то ничего страшного не случится. Можно также его даже аккуратненько и погладить по мордашке, и угостить каким-то фруктом или хлебушком, и все будет хорошо. В Большереченском зоопарке я провела целый день. Этого достаточно, чтобы познакомиться со всеми животными, но ничуть не меньше. И уже пора отправляться домой, потому что надвигается глубокий вечер. Неподалеку от зоопарка я обнаружила лесок, в котором, представляете, можно насобирать кедровых шишек. Что я сейчас и делаю. Это совершенно неожиданный сюрприз. Комары только кусают. Я обязательно этот сюрприз увезу с собой. Пожалуй, поездка на страусиную ферму – один из лучших вариантов для семейного отдыха. По крайней мере, для себя я минусов не обнаружил. Да и отзывы посетителей подтверждают мое мнение. Страусы такие классные. Почему? Недостаточно. Я еще не попробую. Не, ну страусы вообще, конечно, предполагалось, что они такие большие, но что они такие большие? И с такими велюровыми длинными шеями. Красава. Первый раз сегодня приехала с дочкой посмотреть страусов. Тут, оказывается, еще и пони, и другие зверушки. То есть вы довольны остались поездкой? Да. Здорово так, мне очень понравилось. И ребенок тоже много чего увидел, покормил. Кос покормили, лошадок покормили, теперь пора покормить и себя. Можно было взять, конечно, с собой, чтобы и перекусить, а можно пообедать в кафешке. Ценник, по-моему, достаточно демократичный. Правда, в очереди придется постоять немного, но это, я думаю, не страшно. Кафе «Казахское». Меню соответствующее, а порции по-казахски большие. Шашлык готовится в настоящей казахской печи – тандыре. На мой взгляд, ни один маринад не сможет сделать мясо таким нежным. Расхваливать его можно долго. Но все-таки «Туризматика-55» – не программа об особенностях национальной кухни. Поэтому приезжайте и попробуйте сами. Обед на природе, под березкой, за деревянным столом – отличное завершение загородной прогулки. Но в конце хотел вам открыть один секрет. Вы знали, что на телевидении самый важный человек – это далеко не ведущий, не режиссер, даже не генеральный директор канала, а оператор. Именно поэтому сейчас камеры выключаются, и вы ничего не увидите. Пойдем, ребята, уже скорее. Остывает шурпа. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!